Здравствуйте! О событиях в крае его столицы вам расскажут корреспонденты информационной программы «Наши новости» в студии Василий Морозов и Дарья Вялкова. Смотрите сегодня в выпуске. Иллюзия безопасности или место спасения? В каком состоянии находится убежище края? Прогуляться по потолку в доме наоборот. Закон гравитации не работает. Как правильно? Так или так? Куда пойти болельщику, если помимо хоккея и футбола в субботу можно еще и чемпионат по бодибилдингу посмотреть? Сотни миллиардов рублей в бюджет дополнительно может получить Алтайский край, если регионам отдадут полномочия по контролю за оборотом алкоголя. Эта инициатива прозвучала накануне в ходе заседания Госсовета. В частности, предлагается повысить собираемость акцизных платежей и половину из них платить с производства на территории региона. Предложение прокомментировал в эфире одного из федеральных телеканалов и глава Алтайского края Александр Карлин. Мы должны в рамках Единого таможенного союза проводить единую политику в сфере оборота алкоголя. В частности, речь идет о единых акцизах, которые должны устанавливаться для производителей этой продукции на всей территории таможенного союза. К похолоданию будь готов! Алтайские спасатели начали тотальную проверку домашних каминов. Под пристальным вниманием оказался частный сектор края. В целях профилактики сотрудники МЧС совместно с представителями социальной защиты обходят жилые постройки с печным отоплением. Печь, вам необходимо ее привести в порядок. Все трещины необходимо вам заделать глиной, дымоходы прочистить, все побелить. Притопочный лист вам также необходимо сделать больше. Такие рейды проводятся сейчас во всех районах края. Инспекторы говорят, что зачастую хозяева частных домов игнорируют даже элементарные правила пожарной безопасности. В прошлом году почти четверть возгораний в крае произошло из-за неправильного способа обогрева жилища. Погибло 28 человек. За 8 месяцев 2014-го уже 25 погибших, причем по той же причине. Особенно тщательно проверяются дома, где проживают неблагополучные семьи, пенсионеры и инвалиды. Там инспекторы обращают внимание не только на состояние печей, но и на электропроводку. Спасатели раздают памятки об основных требованиях пожарной безопасности. По пенсионерам мы стараемся обследовать в первую очередь их помещение, ввиду того, что возраст, невозможность устранения. Мы направляем письма в соцзащиту, где просим принять максимально возможные меры по устранению нарушений, по мере возможности сил и средств социальной защиты. В Барнауле завершилась проверка готовности бомбоубежища. Казалось, не все из тех, что есть в краевом центре, готовы принять людей в случае необходимости. Где сейчас в нашем регионе находится укрытие для чрезвычайных ситуаций и в каком они состоянии, узнавали наши корреспонденты из Барнаула, Бийска и Рубцовска. На первый взгляд обычный холм, покрытый зеленой травой, но под ним скрывается единственное в Алтайском крае защитное сооружение для работников здравоохранения. Убежище номер 485 рассчитано на укрытие сотрудников центра крови. Комиссия проверяет сооружение по всем жизненно важным параметрам – освещение, отопление, состояние канализации и герметичности. В случае чрезвычайной ситуации или наступления особого периода здесь может разместиться более 100 человек, для которых имеются противогазы, спальные места, кислородные баллоны и питьевая вода. По словам заместителя главного врача, центр крови ежегодно проводит текущий ремонт, смазывают конструкции для улучшения герметичности, проверяют фильтровентиляцию. В учреждении здравоохранения работает звено укрытия из нескольких человек – слесарь, электрик и командир проверяют состояние убежища. Благодаря систематичной работе защитное сооружение организации несколько лет подряд занимает призовые места в краевом конкурсе. А в Рубцовске бомбоубежище обозначается подобными надписями. На практике же это иллюзия безопасности. Случись что и укрытие окажет скорее моральную помощь. Что это за убежище? Это смешно. Убежище. Здесь у нас были кровати и чего только не было. Александра Третьякова, старшая по дому, что расположена Дзержинского, 14, спускается в бомбоубежище, которое больше похоже на катакомбы. То, что должно было служить укрытием для людей в чрезвычайных ситуациях, одно время служило убежищем для бомжей, а теперь и вовсе забыто и покинуто всеми. Подобными укрытиями оснащены в основном дома старого фонда. Однако о том, что они существуют, напоминает только надписи на стенах. Совсем по-другому дело обстоит с бомбоубежищами на объектах жизнеобеспечения города. Сотрудники МЧС на таких объектах проводят регулярные учения. Что до укрытия в многоквартирных домах, то к управлению МЧС они уже давно не имеют никакого отношения. Причина более чем понятна. Все неработающее население города у нас в особый период эвакуируется в закругную зону. Поэтому убежищами оно не обеспечивается. В Барнауле около 200 защитных сооружений. Правда, в основном они находятся на территориях административных зданий, крупных предприятий, в том числе и стратегически важных, и госучреждений. В случае чего здесь есть место для отдыха, для оказания врачебной помощи есть медпункт, узел связи, в том числе и мобильный, рабочие кабинеты, запасы средств индивидуальной защиты, вода. Пища в бомбоубежище не хранится. В военное время ее доставят сюда с продовольственного склада. Многие защитные сооружения города находятся на территории частных предприятий. Их владельцы не всегда хотят или не имеют возможности содержать такие помещения. Поэтому со временем они приходят в негодность. Вот он, так называемый шлюз. Вот первая гермодверь. Проходим дальше, смотрим. Здесь уже противогазы валяются. Ну вот проходим в убежище. Защитное сооружение гражданской обороны во всей своей красе. Так выглядят некоторые бомбоубежища, которые находятся в черте города и предназначены для эвакуации в них жителей многоэтажных домов и частного сектора. Когда-то это место считалось секретным, стратегически важным объектом. А сейчас оно доступно всем. Особый интерес проявляют сталкеры, которые любят исследовать предметы из прошлого. Сказать о том, ожидается война или нет, это было неправильно, по сравнению к вопросу. Просто-напросто мы работаем на перспективу. И поэтому мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Проверка готовности защитных сооружений с ожиданием боевых действий не связана. Это ежегодная процедура, как и обновление в бомбоубежище старого оборудования на новое. Галина Юмашева, Александр Облако, Марина Минаева. Наши новости. Сильная помощь слабому полу. Сегодня Краевой кризисный центр для женщин отмечает первую круглую дату – 10-летний юбилей. Работающие там педагоги, психологи и юристы не раз подтверждали свой высокий уровень в масштабах страны. В 2011 году детский омбудсмен Павел Астахов в ходе своей поездки в Алтайский край также отметил высокий профессионализм специалистов центра. Краевой кризисный центр консультирует женщин, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Им помогают найти жилье, работу и даже утраченный смысл жизни. На базе центра открыто отделение временного пребывания. Работают телефоны доверия для женщин и детей. Кстати, психологам удается убедить некоторых молодых девушек не отказываться от своих новорожденных детей. Правда, пока таких клиентов очень мало. За 5 лет предотвратили всего 140 отказов. За 10 лет на приеме в кризисном центре побывали более 35 тысяч человек. Чтобы им было комфортно приходить к нам, чтобы у них было желание к нам вернуться. Может быть, уже после решения какой-то трудной проблемы, чисто поделиться своим, так скажем, жизненным опытом. Мы очень рады. Потому что наша задача действительно показать помощь. И если решается проблема, то и для нас какой-то плюс, что мы действительно работаем не просто так, а есть результат. Даша, ты когда-нибудь ходила по потолку? Нет, конечно, Вася, это невозможно. Вспомни хотя бы физику, притяжение, гравитация, всемирное тяготение. А вот и возможно. В этом убеждена Маргарита Белова, которая побывала в необычном доме, где все вверх тормашками. Как правильно? Так или так? В доме за моей спиной каждый решает это сам. Решение, мягко говоря, трудное. Ведь здесь, в доме перевертыша, который построили в республике Алтай, все сделано с точностью до наоборот. Двери и окна, пол и потолок. Даже автомобиль припаркован наоборот. От этого кружится голова. Вестибулярный аппарат с трудом подстраивается под новые условия жизни. Даже наша камера не сразу нашла баланс. Дом, наоборот, впечатляет не только снаружи. Внутри здесь тоже все кверх тормашками. Мы находимся на кухне. Здесь все настоящее, не муляжное. Ящички все открываются. Вот так вот. Создатели обещают, что здесь будет расположена посуда. Как они это сделают, я не знаю. Идея домов-перевертыша не нова. Такие построены в Германии, Австрии и Польше. В нашей стране подобные конструкции встречаются в Москве, Санкт-Петербурге, Омске. На Алтае, кстати, жилье наоборот тоже не первое. Но от этого свою уникальность оно не потеряло. Создатель проекта Игорь Мореев говорит, уже в октябре дом наоборот будет открыт для посетителей. Сейчас с трудностями восприятия сталкиваются только строители. Скажем, электрики, у них проблемы. Они когда заходят в этот дом, то есть потом оттуда теряется ориентация. Закона притяжения больше нет. Благодаря домам-перевертышам каждый может рассмотреть мир с позиции вверх тормашками. Для этого достаточно набраться смелости и посетить креативный объект. И кто сказал, что это неправильно? Маргарита Белова, Александр Морозов, Николай Шилко. Наши новости. В Барнауле наградили победителей собственного независимого исследования. Средний класс Барнаула выбирает, которое провел журнал «Политсип.ру». Корреспонденты издания опросили 100 человек с доходом выше среднего – чиновников, депутатов, бизнесменов. Им задавали вопросы о наиболее привлекательных, по их мнению, торговых сетях, ресторанах, кинотеатрах, театрах, фитнес-клубах, салонах красоты, операторах мобильной связи и направлении отдыха Барнаула. В итоге лучшими были названы 20 компаний краевой столицы, среди них крупнейшие торговые сети, магазины, рестораны, салоны красоты и даже Алтайский краевой театр драмы. Люди отнеслись к этому так очень серьезно. Ну, может быть, это потому, что у нас не так много подобных исследований, как вы правильно заметили. Может быть, потому что, ну, когда люди ведут себя в числе лидеров, им это всегда приятно. Новости спорта. Алтай-баскет одержал победу на предсезонном турнире. Сокрушительно обошлись с Югрой. 84-53 с преимуществом в 31 очко. По 13 баллов набрали новички барнаульского клуба Александров и Зайкин. В соревнованиях также участвуют баскетбольные команды «Динамо», «Москва» и «Самара». Хоккеисты Алтая и во второй раз были сильнее «Сокола» из Новочебоксарска. Шайбы Макарова, Ковтуна, Данилова и Евстифеева принесли победу 4-2. Причем ни одной, ни кем не было заброшено в третьем периоде игры. И вот тренеры команд так прокомментировали прошедшие игры. Наш хвалил своих голкиперов. Наставник «Сокола» наоборот расстроен действиями вратаря. Перестроились, мы уже сыграли по счету. Не дали сопернику даже приблизиться к нам. И довели сегодняшний матч до победы. Есть еще, конечно, проблемы у нас в оборонительных действиях. Там у некоторых ребят получили шайбу. Опять отыгрывались, отыгрывались, старались, бились. Но вроде бы сравняли счет. Был счет 2-2. Нелепая ошибка вратаря. Я думаю, с острова Повула. Шайба не должна залетать. Хоккейные матчи продолжают идти ежедневно в Барнауле. Где такое видано? Вечера, пятница и субботы уже снова отданы под молодежку. Беркуты встретят Челябинский Мечел. В воскресенье и понедельник снова Алтай. Главная команда сойдется с Саранской Мордовии. Они пока набрали на 2 очка больше, чем наши. Вчера Мордовия не устояла в ноябрьске. 3-5 на их знаменитой площадке нестандартного маленького размера. В то же время в субботу, а именно в 17 часов, и футбольная Динамо Барнаул, знаете ли, приглашает болельщиков поддержать команду. Матч против Читы обещает быть интересным и равным. В турнирной таблице наши идут на третьем месте, гости на пятом, отставая от Динамо на целую победу, то есть на 3 очка. К слову сказать, наша команда сейчас первая на Востоке по посещаемости. В среднем на Динамо ходят около 3,5 тысяч болельщиков, а на смену в Комсомольске-на-Амуре чуть больше 2 тысяч. Так, продолжим эту добрую традицию, набьем стадион в субботу в 5 часов. Навыставляли в соцсетях своих предсоревновательных фото участники открытого чемпионата края по бодибилдингу и прочим его ответвлениям. Как ни странно, но тоже в субботу пройдет их турнир. Начало в 4 часа в ДК Сиба-Наргамаш, что на проспекте Ленина. И только хоккей на траве можно посетить в 13 часов все той же субботы, не боясь что-то пропустить параллельно идущее в другом месте города. Бывший коммунальщик, а ныне Алтай-Барнаул, сразится с питерским метростроем. У наших сейчас 15 очков, у тех 24, но идут в таблице рядом, в нижней части женской хоккейной суперлиги. Так что вам выбирать, уважаемые болельщики, на какой вид спорта идти. Не картошку ж копать в такой день. Семейный шоппинг экономит и время, и деньги. Найти необходимые вещи для каждого члена семьи в одном месте жителям краевой столицы предлагает торговый центр «Семейный Бигс». Сегодня в Барнауле открылся уже второй магазин под такой маркой. В большом городе порой просто не хватает времени побаловать себя и своих близких. Приобрести все необходимое сразу и в одном месте – вот чего хотят покупатели. Поэтому в первые минуты открытия нового магазина «Семейный Бигс» так массово идут за обновками. Торговый центр «Семейный Бигс» площадью 3200 квадратных метров теперь есть и на Ленина 203. Большой выбор детской одежды, мужской, женской, обуви, осенней, зимней, демисезонной. Цены низкие, доступные, приемлемые. Одежда и обувь на все сезоны, на любой размер, вкус и достаток. И на каждого члена семьи, даже самого маленького. В новом «Семейном Бигсе» представлен большой выбор вещей для новорожденных. А вот и предметы для семейного времяпрепровождения. Если это путешествия, то дорожные сумки, а если это и просто отдых на диване, домашний текстиль, уютные подушки и одеяло. Ассортимент такой тут выставлен, что тут, в принципе, и детям можно что-то купить, и себе что-то присмотреть. Сейчас что-нибудь приобрету здесь, конечно же. Ну, вообще, мне очень нравится, замечательно. Торговый центр «Семейный Бигс» позволит побаловать всех родных не только разнообразными обновками по низким ценам. Он экономит время, затраченное на шоппинг, а значит, оставляет лишнюю минутку для семьи. Новый магазин «Семейный Бигс» расположен по адресу проспект Ленина, 203. Екатерина Гаськова, Андрей Печоркин. Наши новости. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. Напоминаем, телефон редакции в Барнауле 659-129. Только добрых вам новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова